КАТАСТРОФИЧЕСКИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ Все касается каждого из нас. Касается наших кошельков, нашего бизнеса. Выход из климатического коллапса уже предложен лучшими учеными нашей планеты в климатическом докладе о прогрессии климатических катаклизмов на Земле и их катастрофических последствиях. Но почему мы, люди всего мира, ничего не делаем для своего будущего и будущего наших детей? Что нам мешает объединиться и реально обезопасить свои жизни? Причина нашего бездействия в том, что мир столкнулся с беспрецедентным уровнем разобщенности и ненависти, искусно разжигаемой на религиозной, национальной и политической почве. Кто и с какой целью в течение многих столетий и даже тысячелетий делает из нас врагов? И почему мы, люди, даже перед лицом климатического коллапса держимся за то, что нас разделяет? Приветствую вас, дорогие зрители! Несколько недель назад вышло обращение доктора Эгона Чулакяна «Необъявленная война». Чулакяна рассказывает как раз о том, кто и как разделяет и делает врагами нас, обычных людей. Сегодня на основе этой информации мы рассмотрим ислам. Почему ислам настолько разделен и гоним по всему миру? Кто и зачем выставляет ислам как агрессивную и воинственную религию? И самое важное, как совместными усилиями мы можем преодолеть эти разногласия? Несмотря на попытки людей разобраться, в чем причина разногласий и как их избежать, никаких изменений не произошло. Наоборот, ситуация с каждым годом усугубляется, ненависть к мусульманам во всем мире растет. Но теперь мы понимаем почему. Потому что не было понимания, что все эти разногласия создаются искусственно. И только поняв, как и кто нас целенаправленно разделяет, мы сможем противостоять им и преодолеть все разногласия. И именно поэтому настолько важно то, что озвучил Эгон Чулакян. В своем обращении он показывал, как разделяют американцев. Волонтеры проекта «Созидательное общество» выявили те же самые методы в Чехии и Словакии. Россия и Украина – два братских народа. Веками жили бок о бок. И что с ними происходит сейчас? Важно подчеркнуть, что почерки методы одни и те же, как в Америке, так и в других странах, в том числе и в мусульманских. Да, действительно, это ясно показывает, что людей разделяют целенаправленно и искусственно. Нас через манипулятивные методы убеждают видеть врагов в людях другой национальности или вероисповедания. Поэтому мы живем в мире, где ненависть стала нормой. Почему? Потому что кто-то стремится к тоталитарной власти. Самый эффективный и проверенный метод – это разделяя властвую. Эта древняя стратегия, она работает до сих пор, разрушая общество изнутри. Абсолютно верно. Взгляните на ситуацию с исламом. Сегодня образ мусульманина перестал ассоциироваться с добротой и справедливостью. Вместо этого люди панически боятся ислама и всего, что с ним связано. Почему? Потому что против ислама ведется планомерная информационная война. А страдают обычные люди, которых превращают в мишени. Эта атака не только разрушает жизни, но и создает глубокие расколы в обществе. Если общество поймет это, начнет видеть почерк тех, кто нас разделяет в СМИ, в социальных сетях, и перестанет поддаваться на эти манипуляции, любая война станет невозможной. И тогда мы сможем объединиться и начать жить по-другому, уважать и любить друг друга, так, как нам завещал наш любимый пророк Мухаммад. Мир ему и благословение Аллаха. Прежде чем перейти к обсуждению, коротко резюмируем суть обращения Чалакяна. Эган Чалакян, будучи агентом разведки США, вместе со своей командой проводил расследование. Его обращение — это результат этого расследования. Он показал, что есть некая скрытая группировка. Она действует истине, подминает под себя СМИ, политиков, религии, и, используя их, оказывает большое влияние на огромное количество стран. При удобстве в дальнейшем мы будем называть эту группировку гидрой, потому что она, как гидра, проникает во все сферы деятельности общества и устанавливает над ними свой контроль. Но, повторюсь, эта гидра действует не напрямую. Она действует через подставные организации, а сама остается в тени. Тут может возникнуть вопрос, а какое это отношение имеет ко мне? К мусульманам или к исламу? Прямое. Мы постоянно видим акты провокации, направленные против мусульман. Публично сжигают священный Коран, оскорбляют пророка Мухаммада, мир ему, рисуют на него карикатуры. Во многих странах устраивают публичные гонения на мусульман не ущемляют их права на законодательном уровне. Публикуются провокационные и откровенно клеветнические статьи. Это может казаться чередой хаотичных и не связанных между собой событий, но если разобраться, становится очевидно, что кто-то умело манипулирует людьми, навязывая им определенные нарративы. И без этого ненависть к мусульманам была бы невозможной. Их сила кроется в тайнодействии. До недавнего времени все планы и схемы этих тайных игроков осуществлялись, потому что они стравливали одних против других, при этом сами оставаясь в тени. Но когда знаешь, видишь и разоблачаешь их действия, когда не поддаешься на их ложь и манипуляции, их планы уже не работают. Поэтому информация, которую озвучил Эгон Чалакян, крайне важна. Она подобна навигатору, с помощью которого мы можем увидеть и отследить, каким образом нами манипулируют, и не допускать этого впредь. Самое важное заключение, которое можно сделать из видеообращения Эгона Чалакяна, заключается в том, что людей искусственно разделяют. Мы все стремимся жить в добрососедских отношениях и считаем, что мировые конфликты нас не касаются. Мы привыкли думать, что не можем на это повлиять. Но это происходит лишь до тех пор, пока мы живем своей обычной жизнью, не углубляясь в суть происходящего, не изучая и не анализируя ситуацию. Каждый мусульманец знает слова пророка «Мир ему» о соседях, о том, что соседи — это самые близкие люди. В мусульманских странах всегда стремились дружить с соседями, потому что это завещал нам наш любимый пророк «Мир ему» и благословение Аллаха, поскольку только поддержка, взаимопомощь и добрососедские отношения могут создать гармоничное и дружелюбное сообщество. Пророк Мухаммад «Мир ему» говорил, «не является верующим тот, кто уснет сытым в то время, как рядом с ним будет голодный сосед. Или всякий раз, когда ты будешь варить бульон, добавь побольше воды, чтобы можно было угостить соседей». Эти хадисы подчеркивают важность заботы о благополучии соседей. Добрососедство укрепляет общественные связи и дружбу в нашем обществе, и пример тому великий шелковый путь, который объединил людей всех национальностей и вероисповеданий, ведь это была не только торговля, это было формирование культурных традиций, обмен знаниями и технологиями, пример братских отношений, взаимной помощи и человечности по отношению друг к другу. Совсем недавно на одной улице жили люди разных национальностей и дружили семьями, дружили их дети. Женщины делились соседями тем, что испекли. И это неопровержимое доказательство того, что люди могут жить в мире согласии и взаимоуважении. Доброта, человечность и уважение не имеют национальности или вероисповедания. В каждой нации и религии есть люди и есть не люди. Но несмотря на это, мы продолжаем видеть примеры проявления внутреннего духовного наследия. Такие примеры показывают, как желание помочь ближнему превыше собственной безопасности в любых искусственных разделениях. Например, недавнее событие в Санкт-Петербурге, когда автобус упал в воду. Первыми, кто бросился на помощь, не раздумывая о своей безопасности, были и мусульмане. Или случай, когда мигрант-дворник из Узбекистана полез по трубе, чтобы спасти женщин из пожара. Каждый из них потом говорил, что для него не имело значения, какой национальности или вероисповедания были люди. Важно было то, что это чьи-то родители, чьи-то дети. В Коране сказано о том, что тот, кто спас жизнь одному человеку, подобен тому, кто спас все человечество. А почему, если так много примеров, как люди друг другу помогают и поддерживают, в СМИ в основном негатив? Почему хорошие примеры не освещаются так, как освещаются плохие? А как раз потому, что разделяет людей именно негатив? Доктор Челокян подробно объяснил, что Гидра создает, манипулирует и управляет общественным мнением при помощи фасадных организаций. Рычагом их влияния на общественное сознание являются средства массовой информации. Методы Гидры строятся на внедрении определенных мыслей и образов в сознание людей через СМИ и интернет. Они действуют через подконтрольных им журналистов и политиков. Снимаются фильмы, пишутся статьи, где очерняют все или иные группы людей. Гидра умело манипулирует информационным пространством для достижения своих целей. В основе всех информационных атак Гидры лежит один фундаментальный элемент — ложь. Чем абсурднее ложь, тем эффективнее она кажется. Это не просто заблуждение или искажение фактов, а целенаправленная ложь о деятельности организации или неугодных политических и общественных деятелей. Как капля воды точит камень, так и ложь. Чем ее больше, тем быстрее она начинает восприниматься как правда. Основной инструмент, используемый в этих операциях — демонизация. Демонизируя кого-то, Гидра создает в обществе образ врага, тем самым подготавливая почву для дальнейших, тщательно спланируемых событий. Их конечная цель — изменить мышление людей, сделать их врагами друг для друга, внедрив в сознание разделение на своих и чужих. Этот процесс занимает много лет, и их планы разработаны на длительный срок. Сначала они внедряют в СМИ определенные нарративы, которые выставляют группу людей в негативном свете. Затем запускается цепочка событий — протесты, погромы, митинги и даже теракты. В этих погромах обвиняют именно ту группу людей, которую СМИ показывали негативно. В результате уровень нетерпимости к этой группе повышается. Этот процесс может занять много лет и касается как небольших групп, так и целых религий и государств. Похожим образом они уничтожают целые страны. Через СМИ все чаще и чаще говорят об ухудшении жизни в стране, разобщенности народа, слабости лидеров, о превосходстве иностранных государств. Информация чаще всего внедряется в нейтральный контекст, и таким образом она проникает в наше сознание, минуя критический анализ. Со временем мы даже не задумываясь соглашаемся с такими утверждениями и меняем свои изначальные убеждения. И как следствие мы начинаем сомневаться в будущем своей страны. Мы начинаем видеть в людях других национальностей или в исповедании врагов, которых нужно опасаться. Белокена рассказывала о том, что одной из важнейших задач Гидры является вербовка журналистов, политиков, лидеров мнений. Как правило, Гидры ищут тех, кого можно купить, тех, кто готов распространять ложь. Такие люди абсолютно не заботятся о безопасности своей страны и ее будущем. Они пишут статьи, выступают на ТВ, радио, в интернете, создают карикатуры и снимают фильмы. Через все возможные способы они формируют образы, которые прочно внедряются в сознание людей и начинают доминировать в мышлении и поведении всего общества. Давайте разберем это на примере того, что сейчас происходит с мусульманами и с исламом через явление исламофобии. Сегодня мы видим, как по всему миру разрастается исламофобия. Страх, ненависть и предрассудки против мусульман. Хотя гонения на мусульман начались с самого зарождения ислама, термин «исламофобия» появился в 1970-х годах. В политике он упоминался в 1997 году в закладе комиссии Ранимид по проблемам британских мусульман. Сначала началось массовое распространение негативной информации о мусульманах. Затем последовала серия террористических актов, организованных выходцами из мусульманских стран. После этого исламофобия стала глобальной темой. Мусульман стали описывать как фанатиков и примитивных людей, опасных для общества. Началось планомерное формирование образа врага-мусульманина. Негативные изображения мусульман начали появляться не только в западных странах, но и в странах Азии. И самое печальное, что от этого больше всего страдают именно мусульмане. Знаешь, очень важно сейчас проговорить одну деталь. Мы сами мусульмане. И тут мы выступаем не как адвокаты ислама и мусульман. Мы знаем, что в мире происходит очень много террористических актов, в которых гибнут мирные жители и ответственность за эти античеловеческие акты зачастую берут различные так называемые исламские группировки. Это реалии сегодняшнего дня. К вопросу, почему сегодня лицом самой миролюбивой религии стал террор и экстремизм, мы еще вернемся. В эту тему можно рассказать одну притчу, которая имеет очень глубокий смысл. Боевик ИГИЛ остановил автомобиль христианской пары и спрашивает, ты мусульманин? Христиан отвечает, да, я мусульманин. На что боевик ИГИЛ требует пересказать суру из Корана? Христианин рассказывает стихотворение из Библии и боевик ИГИЛ его отпускает. Через несколько минут жена, едва переведя дух, спрашивает мужа, почему он пошел на такой риск? Почему ты сказал, что мы мусульмане? Если бы он узнал, что ты врешь, он бы убил нас обоих. На что муж отвечает, зря волновалась. Если бы они знали Коран, они бы никогда не убивали людей. Ислам, который привнес сюда величайший из людей, пророк Мухаммад, мир ему, был дан для того, чтобы объединить все человечество на основе любви к единому Аллаху и на ценности жизни человека. Пророк Мухаммад, мир ему, посвятил свою жизнь, чтобы примерять людей. Он прощал даже тех, кто многократно пытался его убить. Потому что в исламе жизнь человека является наивысшей ценностью, так как дана для служения Аллаху. Грех того, кто разрушил самую главную святыню ислама, Каабу, намного меньше, чем грех того, кто убил человека. Чтобы не быть голословными в том, что искусственно формируют образ врага мусульманина, давайте рассмотрим на примере одной из таких статей. Совсем недавно мы наткнулись на статью про Таирея Новопашина на сайте Рада Нишру. Называется «Снова о людоедах». Я хочу обратить внимание на само название статьи. Оно размещено на уважаемом сайте и я отметил, что мне очень захотелось с ней ознакомиться. У меня возник интерес прочитать статью из-за такого провокационного названия. По мере прочтения меня поразила откровенная пропаганда к насилию и нетерпимости к определенным группам людей. Для понимания, существует такой рабатский план действий. Это план по правам человека и он направлен на то, чтобы запретить пропаганду всякой национальной, расовой или религиозной ненависти. Этот план был принят экспертами в работе 4-5 октября 2012 года и утвержден на международном уровне. На него ссылается Европейский суд по правам человека. План включает тесты шести критериев для определения подстрекательства к ненависти. Первый – социальный и политический контекст. Второе – статус говорящего. Третье – намерение вызвать враждебность к определенной группе. Четвертое – содержание и форма речи. Пятое – степень воздействия речи. И шестое – вероятность и неизбежность причинения вреда. Раббатский план действий требует выполнения шести критериев, чтобы высказывание считалось уголовным правонарушением. Мы решили посмотреть, выполняются ли все шесть критериев в рассматриваемой статье. Зачитаю следующий фрагмент. «И все равно, кто расстрелял наших братьев, сестер, детей, жен, мужей, укронацисты или игиловцы. И какой они национальности плевать. Для меня все они – людоеды. А назвал я их так, потому что такими их увидел. Эти нелюди льют человеческую кровь. Кровь детей и женщин, нашу кровь, пожирают жизни людей, питаются страданиями. Так кто же они – людоеды? А людоедов бесполезно загонять в клетку. Они все равно останутся людоедами, хоть держи их там всю жизнь. Поэтому людоедов надо уничтожать. Террористов, расстрелявших людей в Красногорске, задержали. Ими оказались таджики. А раз таджики, значит, игиловцы. Кто же еще? Мусульмане ведь? Тогда, после события в Крокусе, была настолько напряженная обстановка, что призыв на Вапашина в статье 24 марта 2024 года фактически звучал как призыв к расправе. Мол, таджики и мусульмане убивают людей, наших людей, женщин и детей. Они опасны, и их надо уничтожать. Налицо призыв к уничтожению определенной группы лиц без суда и следствия. Это первый пункт рабатского плана. Второй пункт рабатского плана статус говорящего, то есть насколько весомое положение он занимает. Александр Новопашин, протеерей, настоятель собора во имя святого князя Александра Невского города Новосибирска, руководитель миссионерского отдела Новосибирской епархии. Как мы видим, оратор занимает высокое общественное положение. Поэтому его обращение может иметь огромное влияние на сознание людей, потому что он официальное лицо церкви. Его обращения могут принять во внимание и начать ему следовать, потому что есть слепое доверие. Само же обращение практически содержит руководство к действию. По пункту третьему рабатского плана необходимо наличие намерения лица пропагандировать или подстрекать. Наверное, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы в этих фразах не увидеть пропаганду и подстрекательство. Мало того, что данные признаки есть в выражениях о людоедах, которых надо уничтожать. Так еще автор описывает следующее. Цитирую. В нашей стране огромное число честных, порядочных, трудолюбивых, талантливых специалистов, приехавших к нам из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и других стран. Но ложку дегтя портит бочку с медом. И когда по телевизору показывают гостя из Средней Азии, изнасиловавшего русскую девочку, убившего из-за 100 рублей русскую старушку и уж тем более расстрелявшего из автомата десятки русских людей, доверие к трудовым мигрантам начинает таять. Водители и есть из тех самых. Если рассматривать этот фрагмент его речи, то наряду с типа хорошими специалистами из Средней Азии он приводит примеры гнусного поведения гостей из Средней Азии. Этим он пропагандирует, что под видом честных и порядочных реже вполне могут оказаться теми самыми. А под теми самыми автор имеет в виду игиловцев, которые могут скрываться под трудолюбивыми и талантливыми. Также очевидны и подстрекательства к уничтожению людей. Людоедов надо уничтожать. А по мнению Новопашина, людоеды – это украноцисты, игиловцы, таджики, которые тоже относятся к игил. Причем он прошелся по гражданам Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Для того, чтобы сформировать аудиторию точно такой же негативный образ ко всем из этих стран. Мол, они идут против русского человека, выделяя фразы «изнасиловали русскую девушку», «убили русскую бабушку», «расстреляли десятки русских людей». Тем самым Новопашин уже подстрекает к уничтожению людей. По пункту 4 рабатского плана нужно учитывать как степень того, насколько речь была провокационной и прямой, так и ее форму, стиль и аргументы. По моему мнению, признаки 4 пункта присутствуют. Новопашин прямо называет тех, против кого было направлено его обращение. Это украноцисты, игиловцы, мусульмане, представители четырех стран. Он использует определенную тактику, которая вызывает эмоции. Эти нелюди льют человеческую кровь, кровь детей и женщин, нашу кровь, пожирает жизни людей, питаются страданиями. Он упоминает террористов, расстрелявших людей. Красногорский подчеркивает, что ими оказались таджики. Как мы увидим, Новопашин очень обобщает информацию, не приводит точных аргументов, не приводит ни одного доказательства, ссылку на источник, но при этом формирует негативное общественное мнение в отношении определенного группы людей. Форма и стиль подачи такие, что у зрителя появляется понимание, что все так и есть, что враг это тот, кто нацист, игиловец и любой из четырех стран, поскольку под видом умного, талантливого может скрываться тот, кто идет против русского человека. Тем самым уже идет противопоставление русского и нерусского. Аргументация такова, что Новопашин сбалансированно подает информацию, перемешивая эмоциональные фразы с событиями, которые имели место. А учитывая резонансность событий, зрителю очень легко поддаться на уловки и манипуляции со стороны автора статьи. Теперь о степени воздействия автора на аудиторию. Пятый пункт Рабацкого плана. Степень воздействия зависит от доступности информации, ее публичности и размеров аудитории, то есть сколько людей сможет ознакомиться с этой информацией. Положение Новопашина дает ему возможность пропагандировать на огромную аудиторию. Информация становится максимально публичной. Статья была опубликована на официальном сайте Православной Церкви. Плюс еще она появилась во время событий в Крокусе и СВО, что автоматически делает ее резонансной. Очевидно, что многие читатели Новопашина могут воспринять эту статью как призыв к действию, то есть призыв к уничтожению конкретно описанных групп людей, игиловцев, украинацистов, гостей из четырех стран и мусульман в целом. А это уже и есть шестой пункт Рабацкого плана вероятность причинения вреда. Это только одна статья из множества статей, которые заполнили информационное пространство. Многие думают, что такие вещи точно не коснутся. На самом деле то, что творится в мире сегодня касается всех и каждого. Любой созданный кем-то беспорядок, хаос сегодня неминуемо влечет за собой цепочку других событий. А наша разобщенность в условиях нарастания климатического кризиса ведет нас как человечество к уничтожению климата. Мне именно сейчас хочется зачитать очень трогательное обращение пророка Мухаммада миром к мусульманам, как он говорил о наших братьях-христианах. Сколько любви и заботы в этом посыле. Это послание от Мухаммада, сына Абдуллы. Пусть будет соглашением с принявшими христианство. Далеко или близко мы с ними. Поистине я, помощники и мои последователи защищают их, потому что христиане наши сограждане. И по воле Аллаха я выступаю против всего, что может их обидеть. В их отношении не должно применяться никакого принуждения. Как их судей не будут сняты со своих постов, так и их монахи не будут выдворены из монастырей. Никто не разрушит дом их религии и не повредит его и не унесёт из него ни единой вещи в жилище мусульман. Если же кто-то возьмёт ту или иную вещь оттуда, он нарушит Божие предписания и окажет неповиновение своему пророку. Поистине, они мои союзники, заручившиеся моей гарантией безопасности против всего ненавистного им. Никто не заставит их переезжать с места на место или участвовать в битвах. За них должны сражаться мусульмане. Если христианка выйдет замуж за мусульманина, это должно произойти только по её согласию. Запрещается препятствовать ей посещать церковь для молитв. Их церкви следует уважать. Не нужно мешать им восстанавливать свои церкви и поддерживать святость заветов. Никто из мусульман не должен нарушать это соглашение до самого судного дня. Очень мощно. Спасибо, Ринат. После таких слов ко мне пришло такое понимание, что воздействие на ислам кто-то очень ловко манипулирует не только практически двумя миллиардами мусульманами, но и представителями других религий и наций, умело натравливая одних против других. Мы все неоднократно видели, как создаются провоцирующие акты, направленные на то, чтобы вызвать конфликт между людьми разных вероисповеданий. Один из последних таких актов это сожжение священного для мусульман Хорана в Швеции в 2023 году. Понимая, насколько трепетно мусульмане относятся к Хорану, те, кто стоял за его сожжением, специально задели чувство миллионов мусульман, зная, что будет ответная реакция в виде конфликта между представителями определенных конфессий. Как результат, за актом сожжения последовали протесты, митинги и демонстрации. Эти действия усилили напряженность в обществе, настраивая мусульман и крестьян друг против друга, при этом увидели лишь проявление конфликта, но не увидели и не осознали, кто стоит за ними. Для понимания произошедшего можно привести образный пример. Это можно сравнить с тем, как кто-то дразнит собаку палкой. Собака начинает яростно нападать на палку, не понимая, что настоящая угроза исходит от того, кто держит эту палку. Точно так же люди реагируют на провокации, не видя тех, кто манипулирует ситуацией. В этом и заключается искусственность всех конфликтов в нашем обществе. Эти конфликты приводят к обострению напряженности, развитию нетерпимости, разделению, противопоставлению и установлению контроля. И на фоне этого создаются массовые беспорядки, после чего руководство стран принимает законы, которые ограничивают права и свободы некоторых групп людей. Так, с 2018 года французское правительство создало новую должность, которая будет контролировать мусульман. После этого было закрытие мечети, и мусульмане Франции подвергаются притеснениям, и при этом они не имеют права пожаловаться в какое-либо учреждение. На такое вопиющее событие директор организации по правам мусульман CAGE International Мухаммед Абдул-Раббани сказал, во Франции действует тоталитарный политический режим. Французское правительство открыто заявляет о наличии двойной системы в отношении граждан. Одна для французов, а другая для представителей иных национальностей. Это один из примеров только в одной стране. Этот метод работает безотказно в любых ситуациях. Самое главное, такие акты наряду со статьями систематично и планомерно формируют образ врага-мусульманина. Это то, о чем говорил как раз таки Чалакян. О формировании образа врага и создании нетерпимости в обществе по отношению к выбранной группе лиц. Здесь хотелось бы сказать, что объектами преследования и гонений являются не только ислам и мусульмане. Есть очень много других организаций, религий и даже простых людей, которые становились объектом преследований. Мы уже говорили, что гидро действует через фасадные организации, которыми являются антикультовые организации. Чуть позже мы расскажем о них. Одной из жертв преследования антикультовых организаций стало движение Фолуньдафа или по-другому Фолуньгун. Это была духовно-оздоровительная практика. Они учились медитациям, цигуну, чтобы просто улучшить как свое здоровье, так и духовное состояние в целом. Оказалось, что в 1999 году последователей Фолуньгунь стало больше последователей коммунистической партии Китая. И вскоре после этого правительство Китая начало широкомасштабную кампанию пропаганды по чернению движения Фолуньгунь через СМИ. Сначала это были статьи, где Фолуньгунь обвинялся в якобы причинении вреда здоровью. Потом правительство запретило движение на законодательном уровне. Некоторые их последователи Фолуньгунь сжигали заживо. А в СМИ публиковали, что фолуньгуньцы сами совершают самоубийство, после чего начались массовые физические расправы над Фолуньгунь. Более того, дошло до того, что посаженных в тюрьму последователей Фолуньгунь начали просто использовать как живую ферму для органов. В мире есть множество религиозных и духовных движений, которые подверглись гонениям и преследованиям. Среди них кришнаиты, уйгуры, бахаи, рахинджа и многие другие. Если эти движения или духовные учения часто воспринимались как угроза политической стабильности, общественному порядку или традиционным религиозным структурам, то в чем угроза школы Щетинина, Вальдорфской школы, школы Шалва Аманашвили, которые антикультовые организации объявляют сектами. Не избежали этого участия йога, герболайф, амвэй и тренинги личностного роста, арбеков и даже адвокатская контора. Эган Чалакян приводил пример, как гидра через антикультовые организации устраивает гонения на волонтеров движения АЛЛАТРА. Для уничтожения АЛЛАТРА были использованы те же самые инструменты, провокационные статьи в интернете, на сайтах церкви. Антикультовые организации клеймили АЛЛАТРА сектой и через некоторое время организацию запретили на законодательном уровне. АЛЛАТРА это единственное никем не финансируемое общественное движение. Оно состоит из обычных людей. Эти люди занимаются самой важной на сегодняшний день темой. Они предлагают реальные решения против климатических катастроф. Призывают общественность к объединению. В этом движении есть люди любой религии, любой национальности и они действуют вместе, сообща. Благодаря волонтерам АЛЛАТРА был создан и проект Созидательное общество, чтобы оповестить весь мир об угрозе климатического коллапса и показать решение. Волонтерами АЛЛАТРА было выпущено огромное количество материала, чтобы люди обратили внимание на эту тему. Но кому-то это было невыгодно. И антикультисты демонизировали движение и выставили его секты, чтобы потом его запретить. То, что из АЛЛАТРА создается негативный образ, легко проверить на основе тех статей, которые используются в СМИ в двух воюющих друг с другом странах Украины и России. Термины, которые используются в этих статьях практически одинаковые. То есть в этих двух настроенных друг против друга странах распространяются схожие по содержанию клеветнические статьи по отношению к АЛЛАТРА. Только в России это движение преподносится как проукраинское секта, проамериканская секта, секта, финансируемая Западом, как проект СБУ. А для жителей Украины, наоборот, на АЛЛАТРА вешают ярлыки пророссийская секта, секта русского мира, проект ФСБ. Для более сильного воздействия используются такие эмоциональные ярлыки, как пропутинская секта, секта, которая молится на Путина, секта, где Путин их Бог. Используя термины секта и деструктивная секта в отношении АЛЛАТРА, журналисты, авторы клеветнических статей в обеих странах без суда и следствия обвиняют участников АЛЛАТРА в нанесении вреда людям и обществу, то есть в экстремизме, в том, чего участники не совершали никогда. Также очень интересно, откуда пошла самая первая публикация, содержавшая в себе клеммирование АЛЛАТРА. Она вышла от лица церкви, а точнее от лица московского патриархата. За ней последовал ряд статей с идентичной риторикой в светских изданиях. Причем эти материалы явно отклонялись от стандартной редакционной политики данных СМИ, что говорит о том, что статья носит заказной характер. Статьи, которые инициировали серию и последующих публикаций, всегда исходили с платформ принадлежащих или имеющих связь с конкретной религиозной организацией Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Это тоже фасадная организация, через которую шла информационная атака Гидры на АЛЛАТРА и Созидательное Общество. Здесь очень важно отметить, что против АЛЛАТРА использовали метод белой нити, вшитой в черное полотно. Метод фейковой жертвы, метод навязанных преступлений и избирательное использование информации, вырванные из контекста. Названия этих методов говорят сами за себя и сводятся к тому, чтобы поставить знак равно между преследуемой организацией и деструктивными террористическими структурами, которые причинили вред обществу. Это делается для того, внести отрицательные характеристики этих структур на АЛЛАТРА и манипулировать восприятием читателя или зрителя. Точно так же был поставлен знак равенства между исламом и терроризмом. Во всех клеветнических статьях используются одни и те же термины «секта», «тоталитарная секта», «деструктивная секта» и были опубликованы в России, Украине, Беларуси, во многих странах Европы и даже в Китае. Если учесть, что на публикацию одной статьи в ведущих европейских долларов, то на дискредитацию АЛЛАТРА и Созидательного общества по словам Эггана Чалакяна было потрачено свыше 200 миллионов долларов. Для чего кому-то нужно тратить столько денег, чтобы очернить движение, состоящее из волонтеров? Мы привели пример того, как очерняют международные движения АЛЛАТРА и Созидательное общество, тратят на это огромные суммы денег. Как очерняют ислам? Многим может показаться, что это их не касается. Но вы посмотрите, как сейчас точно такими же методами пропихивают нам такие идеи, как легализация эвтаназии, то есть узаконить суицид. Точно так же выходят статьи, где обосновывают эвтаназию, что, мол, суицид — это нормально. Вышла статья в одной стране, и ее сразу подхватывают другие. Квейцария, Нидерланды, Бельгия, Испания, Германия, Канада. Самое страшное, что к эвтаназии часто прибегают люди, которым просто не хватает денег на лечение. Или то, что нам предлагают кушать насекомых, делают бургеры со вкусом человеческого мяса. Мол, друг друга есть — это нормально. На шведском телевидении выступают ученые, которые говорят, что, возможно, нам придется есть друг друга, чтобы справиться с изменением климата. Они это делают по чуть-чуть. Где-то там вышла статья, где-то тут вышла. И так потихоньку люди начинают принимать идеи каннибализма. Это как? Нормально вообще? В магазинах появляются торты в виде голов и частей тела человека. А вот это вот фото с недавнего Авеньонского фестиваля во Франции. Его посетили 114 тысяч человек. И такие вопиющие мероприятия происходят массово. Нам предлагают считать это невинными шутками. Для чего продвигается эта идея? Да потому что она расчеловечивает нас как людей. Почему им так не нравится созидательное общество? Да потому что там будет созидательная идеология. И все, что направлено на античеловечность, деструктивную пропаганду будет запрещено на законодательном уровне. Сам народ будет этим законодательным органом. Понятно, что планы этой гидры, которые стремятся к тоталитарной власти, кардинально отличаются от планов созидательного общества, где ценность жизни человека на первом месте, где будет самоуправление общества. И, конечно, им не по нраву ислам, в котором основой процветания общества является как раз таки объединение людей. Поэтому и устраивается гонение на тех, кто потенциально может объединить и нарушить все их планы. Конечно, мы им мешаем, с ними все понятно. Но главный вопрос к нам, к людям. Готовы ли мы дальше поддерживать эти нездоровые правила игры? Чем больше мы сами будем замечать и обличать действия этой невидимой руки, тем меньше власти у нее будут оставаться. Тем меньше она может тайно действовать, и тем свободнее будет становиться мы с вами. Наша сила в гласности и объединенности. В видеообращении Эган Челокян поделился тем, что, наблюдая, как планомерно стравливают «АЛЛАТРА», он со своей командой смог выявить второй уровень маскировки ГИДРА. Это антикультовые организации. Поэтому предлагаю рассмотреть, что такое антикультовые организации, какую опасность они представляют для нас, людей. Показательным примером деятельности организации такого рода является РАЦИРС, Российская Ассоциация Центров Изучения Религии и СЕК. Именно она присвоила себе эксклюзивное право определять, какие из религиозных и нерелигиозных организаций мира являются сектой или деструктивным культом, а какие нет. Она и только она определяет, кто из нас является сектантом. На самом деле таких антикультовых организаций очень много. Это целая сеть или конгломерат антикультовых групп в разных странах мира. В Европе это ФЭКРИС, Европейская Федерация Центров по исследованию и обмену информации о сектантстве. Стоит обратить внимание на лидера РАЦИРС. Детальное изучение его биографии, как сообщил Эган Челокян, показало его прежние связи с бывшим КГБ, с одним из его подразделений, которое изучало влияние на сознание людей. Александр Дворкин один из основателей антисектантского движения в России. Фактически это главный сектовед России. Он выступает по всей России и за ее пределами. В 2013 году он выступил в Архангельске перед студентами с лекцией о возникновении ислама. Это была очень скандальная лекция, после которой тот еще и сжег мечеть в Архангельске. Его лекция дошла даже до сведения крупнейшего на тот момент российского религиоведа Яблокова Игоря Николаевича. Игорь Николаевич жестко раскритиковал лекцию Дворкина, в том числе и из-за ложных фактов. Также лекция Дворкина была изучена известным религиоведом Айдаром Хайруддиновым. Айдар Гарифуддинович пишет, что лекция не соответствует требованиям достоверности и объективности научного исследования. Послушайте отрывок из лекции Дворкина. Начал проповедовать местным арабам. Особенно он стал проповедовать то, что можно насильно обращать других людей в новую веру, грабить караваны. И все это будет заслуженная добыча. Не просто разбой, а заслуженная добыча. А если погибнешь, то тогда попадешь в рай, где тебе будет еще приятнее и еще лучше. И вот это возымело свое действие. Таким образом, вокруг Мухаммеда сформировалась армия, которая начала заниматься грабежами, завоеваниями, постепенно присоединяла все новые земли. Хадиджа на тот момент умерла, и после смерти Хадиджа Мухаммед стал брать новых жен. Жен у него, у него появился целый гарем. Интересная история его самой молодой, самой любимой жены Айши. Айшу, когда он взял в гарем, ей было 7 лет. когда он лег с ней, ей было 9 лет. И тоже интересно, вот из одного из хадисов, откуда мы знаем, что Айша была любимая жена Мухаммеда, он сказал, что Айша настолько же превосходит других женщин, насколько похлебка из верблюжьих мозгов превосходит все остальные блюда. Умел человек делать комплименты, ничего не скажешь. Дело в том, что Мекка в Коране упомянуто только один раз. И упомянута она не как город. Вот буквальная цитата. Он тот, который удержал руки их от вас и ваши руки от них в долине Мекки после того, как он дал вам победу над ними. Кто над кем непонятно, но Мекка упомянута не как город, как долина. Проблема вот в чем. Что великий и самый известный город Мекка на перекрестке торговых путей не стоит на перекрестке торговых путей. Мухаммед, хотя принадлежал к этому могущественному племени, он принадлежал к его бедной ветве, поэтому он был достаточно бедным человеком, устроился на работу к своей дальней родственнице дважды вдовы Хадиджи, стал водить ее караваны, завоевал ее доверие, когда ему было 25 лет, Хадиджи, который тогда уже был за 40, вышла замуж третий раз за своего смазливого приказчика, таким образом Мухаммед обрел состояние и смог уже больше с караванами не ездить, а предаваться разным размышлениям, ну и руководить, естественно, торговыми делами, торговым долгом Хадиджи. когда ему было 40 лет, его, опять же, как рассказывается, начали посещать странные видения, его покрывало тьмой, ему являлась какая-то сущность, которая его душила, и он очень этого стал бояться, но пытался, были у него какие-то откровения, относительно откровения Мухаммеда, опять же, в ранних среди бизантийских отцов есть три версии, которые они придерживаются, это либо Мухаммед страдал какой-то болезнью, это были болезненные видения, либо это была бесовская одержимость, либо, опять же, византийские отцы говорят, что он был таким своего рода сочинителем, который придумал это, и неожиданно для него его близкие в это поверили. Конечно, это вызвало возмущение со стороны мусульман. Дворкин был призван, к ответу Совета Муфтиев России, но он ответил, что якобы неправильно поняли, ему все сошло с рук. Сайт Ислам во Франции написал, что выступление антисектанта Дворкина с подобной лекцией ставит под угрозу существование ислама в ряде европейских стран, так как он входит в руководство Фекрис. Между тем, его лекция, дискредитирующая пророка, мир ему и ислам, до сих пор находится в открытом доступе. Дворкин ввел в нашу жизнь такое понятие, как тоталитарная секта. Он заклемил сектами не только евангелистов, индуистов, мормонов, пятидесятников и так далее, но и такие организации сетевого маркетинга, как Гербалайф и Амвэй. Он даже заклемил сектами Всемирную Ассоциацию Семей за мир во всем мире и объединение, Международный фонд образования, фонд спасения детей от наркотиков, полущетинина общества и так же заклемил эти движения сектами. На него было много жалоб, люди проводили расследования, создавались петиции, на его счет высказывались религиозные представители и эксперты-академики. Они увлечали Дворкина и его компанию во лжи, наглой экстремистской лжи, которая порочит честь и достоинство человека, нарушает конституционные права и разжигает межрелигиозную рознь. В 2014 году в сети появились документы, которые получили широкий резонанс в СМИ о том, что с 1973 года по 1977 года Дворкин находился на учете в психиатрическом диспансере с диагнозом энциклотемии, это форма маниакально-депрессивного психоза, патологическое развитие личности и психофизический инфантилизм. Следом появилась информация о том, что он в молодости принимал наркотик. Несмотря на то, что согласно заключениям психиатрической экспертизы Дворкин был признан непригодным для государственной службы, а также руководства общественными движениями, он по сей день является не только председателем экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, но и вице-президентом Фекрис. Главный источник финансирования Фекрис французское правительство. По закону демократическое государство должно сохранять нейтралитет в вопросах религии. Но во Франции это почему-то не так. К 2009 году Фекрис включала в себя 54 членские организации в 32 странах мира. Антикультовые организации это объединение групп лиц выступающих против новых религиозных движений. При том, что их поддерживает правительство. Если говорить проще, то это сектоборцы. Их огромная сеть. Огромная сеть антикультовых организаций занимается выявлением и борьбой с сектами. Но их классификация основана на субъективных предубеждениях. Ведь, как сказал сам Дворкин, если мы завтра введем юридический термин «секта», то послезавтра суды будут завалены исками от этих самых сект, которые скажут «А вот теперь вы докажите, что мы секта и предъявите все доказательства». Мы этому определению соответствуем. Большая часть этих исков окажется проиграна. Сейчас, во всяком случае, у нас нет такого юридического термина, и поэтому мы можем называть секты сектами. Вот в этом и состоит главный козырь Дворкина, когда он за невинным выводом об отсутствии юридического определения слова «секта», позволяет не только себе, но и неограниченному кругу лиц начать клемить позорными словами «секта» любое объединение людей. Но вот только Дворкин пошел дальше, и вся его антикультистская деятельность уже на протяжении многих лет приводит к уничтожению организации, к лишению и страданию простых людей, ломке их судеб. Заметьте, при этом ни одно официальное учреждение любой страны не вводит юридического определения слова «секта», как будто нарочно или намеренно, поскольку это приведет к краху антикультовых организаций. Антикультовые организации взаимодействуют с судебными и правоохранительными системами. Они влияют на законодательную власть. В ряде стран Европы и в Российской Федерации уже принимаются законы из их подачи, которые нарушают права и свободу людей. Как правило, антикультовые организации поддерживают и лоббируют законопроекты, направленные на ужесточение контроля над деятельностью религиозных и общественных организаций, которые они считают сектами или деструктивными культурами. Например, Фекрис с одной стороны утверждает, что уважает религиозные права и свободны человека. С другой стороны, именно она присвоила себе право решать, кто и во что должен верить. Именно этой организации принадлежит монополия на определение того, кто является сектой. Она способна навесить ярлык секты на любую неудобную для нее организацию. По факту, это прямое, сознательное, грубейшее нарушение прав и свобод любого человека и, соответственно, норм международного права, всеобщие декларации прав человека, Европейской Конвенции по правам человека, Конвенции по правам ребенка и других. Но на это закрывают глаза, в том числе и мы с вами. Надо сказать, что Фекрис неоднократно привлекали к суду за враждебные высказывания, за попытки похищения людей и от так называемого депрограммирования. Многие из них закончились скандалами. Фекрис обязались не повторять таких деструктивных действий, но, тем не менее, они не только не прекратили деструктивные действия, но они еще больше расширили круг своего влияния. Официально Фекрис декларирует свое право на предоставление надежной экспертизы по различным пультам, предлагая услуги своих экспертов. При этом во многих случаях заключения экспертов Фекрис были признаны судами не фактическими отчетами, а фальшивыми новостями и клеветой с преднамеренной целью дискредитировать любое объединение людей, которое им невыгодно. Зачем мы так подробно рассказываем, как работает Фекрис? Для того, чтобы показать, как и кем на практике происходит навешивание ярлыков. Сектант, тоталитарная секта, деструктивный культ. Что это делают не безобидные миссионеры, а специально созданная сеть организаций во многих странах мира. Вы можете сейчас видеть на экране географию их отделений. Именно они создают нужное и выгодное для них настроение в обществе. В некоторых странах Европы были введены строгие меры контроля над религиозными организациями. Например, в январе 2023 года в подаче Фекрис французское правительство приняло закон, который позволяет властям использовать специальные техники для расследования сект, включая доступ к электронным коммуникациям и установку записывающих устройств в частных или общественных местах. Такой же контроль происходит через дискриминацию в сфере трудоустройства. Так, в некоторых регионах Германии потенциальные сотрудники или получатели государственных грантов должны подписывать заявления, чтобы доказать, что они не связаны с определенными религиозными группами. А в настоящее время такая практика внедряется и в других странах. Хотелось бы упомянуть о законе Абу Пикара. Он называется «О предупреждении пресечения сектантских течений, ущемляющих права и основные свободы человека». Данный закон позволяет на государственном уровне применять санкции к организациям, совершившим преступления на религиозной почве. Закон направлен против секты движений, которые, как написано, подрывают права человека и основные свободы и манипулируют психикой. Но при этом у понятия секта и манипулирования психикой нету юридического обоснования, и поэтому любую организацию можно признать сектой. И мы уже приводили слова Дворкина, который сказал, что если у слова «секта» будет четкое определение, то Дворкин и компания проиграют все суды. Еще в этом законе был введен очень неоднозначный вид преступления – манипуляция психикой. За это могут лишить свободы до пяти лет. В Европе единственный, кто принял закон о манипуляциях с психикой – это фашистское правительство Муссолини, когда они пытались избавиться от коммунистов. Очень интересно, не правда ли? Если вы раньше думали, что антикультизм – это невидное занятие безобидных миссионеров, то сейчас мы видим, что это не так. Гидра через антикультистов незаметно накаляет градус нетерпимости внутри общества. Они разжигают межрелигиозную вражду, незаметно лоббируют принятие определенных законов и вводят термины и понятия, которые затем используют главы правительств. Самое страшное, что их действия направлены на ограничение прав человека на свободу слова и вероисповедания. И, к сожалению, люди пока этого не понимают. Есть еще один тревожный момент. Используя в своих интересах СМИ, Гидра создает атмосферу враждебности и ненависти внутри общества. Их цель – экстремизм в чистом виде. Их цель – разделять, запугивая. Их цель – подогревать общественное мнение таким образом, чтобы внедрение более жестких законов, которые ограничивают свободу личности, было поддержано самим обществом, чтобы общество это захотело само. И вполне очевидно, их цель – создавать предпосылки для развития более жестких форм тоталитаризма. Как мы видим из истории, антикультизм – это предвестник будущего геноцида. И это очень хорошо видно, если мы рассмотрим римскую формулу. Римская формула состоит всего лишь из трех стадий, и она не является плодом воображения. В 2011 году она была официально принята на уровне ОПСЕ. Первая стадия римской формулы – нетерпимость, вторая – дискриминация, и третья – гонение. В одной из статей описывается, как нацисты заставили немцев убивать евреев. После прихода к власти они начали первую стадию создания нетерпимости к евреям через пропаганду. Нацисты рисовали карикатуры, рассказывали, что якобы евреи связаны с коммунистами, и они убивают и едят немцев. Они даже создали целый фильм «Еврей Зюз», где изображали евреев как убийц христианских детей. Поселение Германии начало в это верить. Нетерпимость общественности – это условие, после которого можно начать реальные действия. Через некоторое время режим Гитлера принял ряд законов в Нюрнберге, дискриминирующие евреев. Эти законы запрещали евреям жить вне гетто, работать профессорами в университетах, служить в армии, полиции, работать в больницах врачами. Исследования показали, что немцы поддерживали эти законы и популярность Гитлера возросла. Массовая пропаганда против евреев убедила немцев, что евреи опасны, и многие начали обращаться в полицию с просьбой принять меры. Этот пример показывает, что если экстремисты фундаментально формируют нетерпимость в обществе, то население быстро начинает считать дискриминацию нормой. Это вторая стадия кримской формулы дискриминации. Представитель нацистского режима заявил, мы приняли законы, но проблема не решена, люди, угрожающие вашему благополучию, все еще рядом, они хитры и опасны. Начались частые расправы над евреями, самосуд и погромы в гетто. Немцы разбивали витрины еврейских магазинов и совершали физические нападения. Эти события показаны в документальных фильмах, часто были организованы нацистами и спецслужбами. В итоге нацисты начали публичные преследования, отправляя евреев в Освенцум и другие концентрационные лагеря. Это третья стадия римской формулы гонения. Разве не это сейчас происходит с исламом и с мусульманами? Мы сегодня рассказали, что гонением сейчас подвергается каждый, кто стремится к нормальным человеческим взаимоотношениям, каждый, кто стремится к настоящей свободе и равенству, каждый, кто объединяется или потенциально может объединиться для создания более лучших условий для людей, то есть каждый, кто стремится к настоящей демократии и свободе. Подвергая их гонениям, нам это преподносят как необходимую меру нашей же безопасности. Но от кого защищают? От образа, который навязала нам Гидра? Благодаря деятельности антикультовых организаций первый этап римской формулы, этап нетерпимости по отношению к мусульманам и исламу, пройден в большинстве стран мира. Есть статистические данные за 2006 год, цифры, которые я хочу озвучить, приводят в шок. Посмотрите на экран. Недовольство в связи с проживанием мусульман в своей стране выражают 75% шведов, 72% голландцев, 67% датчан, 65% австрийцев и бельгийцев. И аналогичная ситуация по всей остальной Европе. Другие страны находятся на втором этапе римской формулы, когда ущемляют права мусульман на законодательном уровне путем ввода разного рода законопроектов и принятия законов. Особенно преуспевают в этом стране, где антикультизм глубоко пустил свои корни, так они лоббируют принятие законов, направленных против прав и свобод людей, в том числе и мусульман. Например, в Испании в 2015 году местные политики в городе Таррагона предложили новые законы, которые ограничивают количество магазинов, кебабов и интернет-кафе в центре города, требуя, чтобы они находились на расстоянии не менее 500 метров друг от друга. Эти меры были направлены на защиту традиционных испанских предприятий и предотвращение создания гетто. Мусульманские лидеры высказали, что такие законы несправедливо нацелены на предприятия, часто принадлежащие иммигрантам и могут ограничить их возможности для ведения бизнеса. Другой пример в Италии. В июне 2023 года правящая коалиция, возглавляемая премьер-министром Италии Джорджио Мелани, подготовила законопроект, который по фактам запрещал мусульманам религиозную деятельность вне мечетей. Во Франции в 2021 году были приняты законы против сепаратизма. Этими законами введены ограничения на домашнее обучение, а многие мусульманские семьи предпочитают обучать детей дома. Закон еще позволяет закрывать мечети и другие исламские организации в случае подозрений в экстремизме. Мы видим, что во многих странах приняты законы, которые позволяют признавать нежелательными любые организации. Если вы думаете, что это касается только террористических организаций, то вы ошибаетесь. Как рассказал Эган Чалакян, сейчас, прикрываясь этим законом, устраивает гонения на волонтеров международных движений Созидательного общества и АЛЛАТРА, которые говорят о климате. Как мы уже знаем, именно с подачи антикультистов та или иная организация признается нежелательной. А в некоторых странах уже начались гонения на мусульман. И вся ситуация в мире ведет к тому, чтобы перейти к третьей стадии римской формулы, когда сами люди начнут устраивать геноцид над мусульманами. Мы знаем, мы знаем, что все, что творил фашизм, привело к гибели миллионов людей. Но тогда фашизм себя открыто позиционировал. А сейчас антикультизм может показаться на первый взгляд полезным, безопасным, помогающим обществу очищаться от представителей вредных сект. Но, как мы поняли, за этой заботой скрывалась и до сих пор скрывается самая кровожадная деятельность, направленная на угнетение, дискриминацию, преследование и, в конечном счете, уничтожение людей. Понимаете, за этой деятельностью скрывается гибель миллионов. Можно ли такие действия связать с заботой о настоящей демократии? Нет, наоборот, антикультизм это явление, направленное на полное уничтожение демократии. На сегодняшний день жертв от деятельности антикультистов больше, чем за две мировые войны. Вот кровавый итог работы антикультистов. И поэтому, по своим масштабам, антикультизм превзошел фашизм. Поэтому имя современного фашизма антикультизм, а известный нам нацизм это основная составляющая антикультизма. Поскольку деятельность антикультистов, как мы показали выше, направлена на полное уничтожение представителей иных вероисповеданий, а значит, и на уничтожение свободы и демократии. Нас не покидает сомнение в том, что однажды ислам не постигнет участь любой из этой организации, которую заклимили антикультисты. Во всяком случае, тенденция к этому явно прослеживается. Антикультовые организации продолжают внедрять в наше сознание образ врага, во время как климат разрывает нашу планету и забирает жизни людей. Антикультовые организации клемят сектами тех, кто призывает объединиться и защищать жизни людей и сохранить жизнь на всей планете. А что делаем мы, люди? Мы видим, как стихи разрушают уже целые города. Мы видим, что на улице без крова, еды и воды остаются миллионы таких же людей, как и мы. Мы все это видим, но вместо того, чтобы сплотиться и проявить свою человечность, помогать друг другу и требовать создания единого научного центра по борьбе с климатом, мы просто молчим, бездействуем и теряем драгоценное время, которого у нас и так уже очень мало. А все потому, что мы согласились в своем сознании с теми навязанными образами, что все люди плохие и лучше, чтобы все закончилось. Оглянитесь вокруг, в мире полно прекрасных людей, в мире полно людей, которые могут и хотят приносить пользу обществу. Жизнь, данная нам самим Аллахом, достойна, чтобы мы ее берегли и защищали. Одним из имен Аллаха является Али-Хак, истина, правда. Сегодня правда начала звучать громко, но чтобы ее услышали все, ее надо донести до каждого человека. В любых конфликтах, военных, межконфессиональных, межнациональных, антикультисты и те, кто стоит за ними, предлагают нам выбрать и встать на одну из воюющих сторон. Но задумайтесь на минуту, когда мы выбираем одну из сторон, мы поддерживаем разделение, мы встаем на сторону антикультизма, а значит фашизма. Этот путь ведет нас как человечество к поражению. Но ведь мы не враги друг другу, мы все люди, которые хотят жить в мире и счастье. Ислам учит нас миру, доброте и братству. Пророк Мухаммад, мир ему, завещал нам примирение и единство. И он объединял и мусульман, и христиан, и иудеев. И пример тому его мединская конституция и его послание христианам. Чтобы мы, как человечество, победили, нам необходимо выбрать взаимопонимание, уважение друг к другу и мир. Чтобы был мир во всем мире, нужно, чтобы мир был в нас самих. Наш выбор сегодня может стать примером для будущих поколений. Если мы сможем донести это понимание до каждого человека, если мы начнем критически мыслить, мы увидим, что мы друг к другу не враги. Мы сможем объединиться всем человечеством и решить все наши проблемы. Мы сможем сделать мир безопасным для нас и для наших детей, остановить все войны и, самое важное, противостоять нашему главному врагу катастрофическим изменениям Кримата. Продолжение следует...